Я трогала силиконовую грудь. Тихо просто душечку кладем, и в холуми... Мясо-нураски! я устану твою ващу так братва, у меня сегодня день рождения мне 31 мая 31 год в честь этого вас будет ждать прикольный лайфлог реально крутой с моей поездкой в то место где я начинал работать я знаю, что многие даже уже не в курсе просто думают, что я какой-то мажор на Ламбе езжу на самом деле, в 2014 году я работал в цирке там сдавал бутылки там, как мы только не жили ну короче, сегодня я побываю доеду до того места, откуда начался мой путь посмотрите, где я работал что я делал да и вообще, в принципе, если вам интересно, можете просто мой канал полистать я 9 лет снимаю, уже 9 год и вы можете все этапы моей жизни просмотреть такой, сегодня метрец один я приехал катнуть проверить, так сказать, насколько я в деле хочу очень дать сальтуху для меня это такой показатель я каждый раз перед днем рождения перейдет ски-парк и делаю сальто на BMX ну а мой евротрит на самом деле начался с ЧП на второй день у меня украли мою сумку дорогую и в ней была GoPro с первыми двумя днями ну это, в принципе, ладно, пофиг у меня еще с собой была Сонька, вторая камера но самое главное, там был мой второй телефон где была куча разной информации ну в общем, у меня украли сумку и также были проблемы с полицией в аэропорту тоже об этом подробнее узнаете короче, в этом видосе будет много всего интересного и Нюрнбург-Ринг, и Амстердам короче, желаем приятного просмотра готовьте чайоку и погнали Движение тут максимально хаотичное просто я думаю, это будет один из самых красивых закатов которые я видел просто топчик просто топчик то ли смотри ооо май гад сейчас прикольно, что только что когда солнце стало заходить один парень еще сделал предложение девушки все захлопали там закричали было прикольно телефон из кого посетить так сделали предложение слушаю тут такое дело париж это конечно хорошо но главная моя цель все-таки добраства германия поэтому прямо сейчас двигаем на поезде сперва в брюссель нужно ждать пересадку большим летим и едем столицу бельгии брюссель далее из брюсселя уже также на поезде в коль и затем уже побываем вместе где я работал очень без маски не пускали и бабушка принято мне дала свою маску собственно все я в брюсселе сейчас нужно сделать пересадку за 7 минут успеть сидеть в другой поезде не знаю как успеть это сделать но надо попробовать как вот вася рам вася рам не оставься за мусором халки наверх будет посложнее просто отходил качалки да он скоростной это айс да это хапсан наш тип сейчас посмотрим какой у нас вагон я сделал тут подожди 10-й 4 асты что 10-й я не знаю я не разберусь я по немецки не спрашиваю а что такое вот этот? давай просто в следующий зайдем ну если что по переходу нормально да нормально в этом немецком поезде показывается даже скорость смотрите сейчас мы едем 203 км в час до этого я на телефон снимал мы ехали 243 при этом скорость вообще не ощущается в окно у нас такие вот деревушки поля в окно там мы подъезжаем и я чувствую такой трепет просто получается 3 года при ней не был здесь хотя провел здесь много времени в 2013 году я приехал сюда и ну волнуюсь волнуюсь есть что вам показать рассказать поэтому сейчас будет интересно просто как себе домой приехал прям так друзья вот еще раз дом а вот отель в котором раньше у меня даже не было мысли и тут сюда заселиться а сейчас я попробую если будут места так друзья все получилось просто это самый крутой номер в принципе вообще в Кёльне который только может быть у меня золотая карта у тебя 100 баксов 100 баксов ну что это за замок классик она сказала и так ну что вы готовы это 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 первая комната но весь прикол весь прикол вот в этом иди сюда о-хо-хо блин ну и вот такая вот спальня тоже везде вид на Кёльнский собор вот вы только посмотрите на этот вид я просто сейчас вспоминаю что я столько времени здесь провел столько там видосов записывал там пранки мы снимали что только не делали метро там магазы но я здесь знаю чуть ли там не каждый поребрик бордюр бордюр вот даже макдак вот тут уже внизу и сейчас могу позволить снять себе здесь на несколько дней пожить и каждый день просыпаться смотреть на Кёльн и вспоминать какой путь какой путь был проделан а вот так он выглядит внутри очень прикольно сейчас еще надо будет подняться на самый верх здесь можно испортиться от карты если хочешь взять свечку прикол ну нормально да современной технологии я думаю скоро можно будет биткоином сразу кидать на котелё свечку покупать короче скажу так подниматься на эту башню реально запарно я делал это один раз в жизни сейчас сделаю второй я уже забыл насколько это тяжело еще и встречное движение есть так здесь стало что-то узко уву нифига блин ну надо же было так попасть просто Вот это, походу, для этого и нужны дефибрилляторы всякие случаи. Распугалась? Конечно. О, кайф. Прикольный вид. Что, запрещеночку ешь? Это побольше, короче, здесь этого съесть, чтобы она в Москве не тасковать. Это прям, знаешь... Сколько хлебных и лизниц в этом? Очень много. Я пью колу light. Прям страшный сон диабетика. Ну, смотри. Нельзя тебя смотреть наеду. Я не хочу еще есть. Да? Да, мне нравится у нас. Удачи. Понимаешь, да? Когда не ешь сладкое, потом сладкое кажется невкусным. Ну, слишком сладкое. Ребята, он рвет вам. Каждый день ест поплицать шоколаду. Да, конечно. Да. Мозг имеет свойство замерзать. Ты знал об этом? Да. Давайте brain freeze. Как? Давай. Я хочу, чтобы тебе мозг замерз. Оба депутатаolu неожиданная розеткау Salvoafara с President Snowonset! Ха-ха-ха, чё?! Су-па-ха-ха-ха! Еду сейчас законно со скоростью 200 км в час. Вон 200. Просто врываемся на автобан с кайфом. только что ехали по автобану 555 это первый автобан германии кельмбон и по нему даже войну танки ездили самолеты приземлялись там просто кайф такие тут дороги конечно офигенно это просто можешь ехать 160 вообще идеально просто идеально асфальт так собственно все приехали на нюрбург клинк наконец-таки добрались сейчас в аренду я взял себе м3 ангелина будет ездить на porsche 911 все вместе за шесть кругов выходит 1600 евро на эту тачку я отдал 800 евро за три круга так ну все смотрите ангелина на м3 просто м3 на автомате уступил и дальше я буду на 3 так ребят прикладываем окей все прикладываем все да о май гайд о май гайд это моя мечта сюда попасть момента а м5 и а 16 а уны и а я хочу очень очень о май гайд прикольно первый раз когда здесь было я вообще ничего не понимал как ехать куда ехать просто ехал на бум сейчас уже есть какое-то ну понимание по-другому ощущаю себя как ехали право не тормозил не тормозил раскрываемся влево и правее и можно разгоняться ну сапчик чувствуется что занимался есть разница есть уходим правее правее уходим твоя м3 едет правее правее мы с ним м3 едем мы с ним м3 едем я же увижу у него стопори работают все да 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 тормозин еще 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 уже на газе едем едет на газе уже надо на газе ехать какая передача нормальная 4 смещаемся влево в конце жесткое торможение 3 передача тормозим еще 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 о май гайд это очень красиво как это красиво о да очень круто но вы можете видеть, что смотря на дорогу просто красивая это лучшая часть это лучшая часть я не знаю это как фейро-тейл реально сказка ребят просто сказка вы посмотрите я не знаю как на дорогу смотрите я смотрю на пейзажи дико круто я прям кайфую я прям кайфую какая механика как же на рыбу сейчас давным не ездят вообще надо на трекмо сейчас куда налево да? сейчас прямо всея наплево вот чуть чуть и положим чуть чуть и поехали влево раскрываем все проводы на четвертой да? да на фанамах слушайте я сейчас просто дико кайфанул Реально очень сильно, намного мне больше понравилось, чем я катался в первый раз тогда в жизни Только было такое ощущение, как будто я знаю трассу Так, вот Ангелина приехала Давайте посмотрим, если я могу это правильно Привет, моему другу Ангелина Это правильно? Нет, это хорошо Ты имеешь в виду русского языка, но ты имеешь в виду Я понимаю, что ты... Я пытаюсь сказать Я должен продолжать учиться Привет, моему другу Ангелине О, вау О, извините, я выйду В этом моменте я выйду Спасибо большое Я должен рассказать вашим фанам, что ты чудесный двигатель Ты можешь двигать, ты можешь двигать И я двигатель, и я двигатель, и я двигатель, и я двигатель, и я двигатель И ты можешь двигать, это чудесно Ну и теперь настало время М3 Очень хочу, потому что я влюбился в эту тачку Мне она очень нравится Тем более мы недавно гоняли на Ламбе Против такой же машины Очень интересно, как вот эта машина себя поведет Насколько здесь эта аэродинамика работает Сам чип Ну, в общем, машина эта уже мне знакома Вот, еще и на автомате тоже проще будет ехать намного Так, ну снимай Так, какой же странный И разгоняемся Скрыть справа, полный газ Давай, крути ее Да, ну я сейчас Вау, блядь Идем Я не веден, притормаживаю Поехали право Зачем ты можешь двигаться Ты можешь двигаться Пиздя, это ужасно Да? Я серьезно? Я хочу оставаться Я вообще не люблю себя Я очень хорошо О, я гаджет-си Я люблю этот машина Мы следим на этой hill И это довольно-то длинное Секция, поэтому я буду к вам Ну что, друзья, сейчас уже вообще другое дело! Едем 240! Едем по центру Сейчас пока осторожно Осторожно, обходим слева, осторожненько, давай тогда обходим, обходим. Притормаживаем, поехали лево, поехали. Притормозили. Притормозили. Ваннука? Хорош! Нормально, нормально! Я не делаю лап тайминг Ты будешь скоростной? Да, я скоростной, и вы все быстрые Вы все самые быстрые Не волнуйся, я не волнуйся Моя машина была почти закрыта Это ваша проблема Почему это мой вопрос? Потому что вы ждете на время Сейчас произошла такая ситуация Что я не пропускал одного немца Секунд буквально 10-15 Просто потому что я максимально сконцентрировал на дороге И не всегда смотрел назад Я всех пропускал, кто меня обгоняли Один раз не пропустил, буквально 10 секунд И он вообще пожаловался тут всем Говорит, что это было очень опасно Я его не пропускал, я его не заметил Я рисковал его жизнью Его тачкой Максимально на нервах, максимально неадекватно Не ожидал такого видеть Но такие пацаны тоже бывают А так в целом вообще кайф мне очень понравился Я получаю высокое удовольствие Охота прям сюда приезжать И даже приехать на неделю И вот неделю кататься каждый день На своей тачке спокойно Даже не обязательно супер быстро Просто запоминать трассу Очень большая разница с тем, как я катался здесь в 2018 году Первого в жизни и сейчас Сейчас совершенно небо и земля У меня ручки вот так тряслись Я выхожу и понимаю, что Блин, я побывала там, где всегда хотела Не, ну а М3 Е92 тащит прям Не, ну если руки трясли, значит я не халтурила Я не халтурила Я вцепилась же там вот рукой вот так Я прям держала его, как в последний раз Ну что, вот наконец-таки я добрался до места, где я работал Представляете, насколько длинная была дорога Самолет до Стамбула, из Стамбула в Париж Потом поезд до Брюсселя Из Парижа, из Брюсселя в Кёльн И сейчас на тачке доехал уже до сюда Все вместе это заняло, даже если бы делал это без прерыва Больше 24 часов И наконец-таки я посмотрю свое шоу И сейчас прокатимся аттракционов Ну вообще, про рассказываю, что тут как Как давно тебя не видел? Здорово! Там велик есть запасной, Диман, не хочешь попрыгать? А я бы мечтал на самом деле Ну, снова, хотя бы одно шоу сделать Это было бы очень круто Вот оно, друзья! Джамм шоу парк аттракционов Вот, смотрите, тут видос Два шоу в день ребята делают Причем видос еще старый Тут, наверное, даже я есть Да, это вот Игорь Hello Ееееееаа Хухуху, как старые добрые Капец, у меня аж, блин, мурашки идут Просто жесть Да я такой все родной вообще Блин, настолько все выглядит прикольно Все так же осталось вообще Прям ничего не изменилось Так, давайте еще раз посмотрим Смотрите, этот радиус Тут начертили линию сейчас Чтобы было удобнее парням прыгать К сожалению, само шоу снимать нельзя Но надеюсь, ребятам ничего не скинули Чтобы вам показать, как оно сейчас происходит Субтитры сделал DimaTorzok 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 Здорово, я тут немножко в это Ты почти не поменялся Да, все так же Ты снимаешь, да? Да Как я в трусах тут нахожу Вот здесь было мое первое место Блин, слушай, мне кажется, или это вообще мы вот эту пределывали? Насход Я работал здесь раньше Да 4 лет Я работал здесь Мы просто говорили о том Да, хорошего счастья Хорошего счастья, ребята Спасибо, спасибо Это очень тяжелый Да, мы чувствуем Да, мы чувствуем Это очень тяжелый Хорошо, хорошего Хорошего счастья Ангелина до этого говорила, что это обычная горка Тяжелем на паровозе А сейчас самое интересное бочке Да, да, да Что это? Вы что, не конец, что ли? Нет Это только начало Это только начало Офигеть Это просто жесть А что меня привел вообще? Это одна из моих любимых горок Да блин, сколько он не кончается Это вот Нет Ты так очки мелко А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-р te- autot전 прикольных прикольных аттракционов блин настолько здесь все родное как красота вы будете считать что гран-каньюн здесь значит у нас есть зона африки ну что если я скажу нет смотри что сейчас будет я могу просто хавать на этом аттракционе для меня он супер лайтовый я даже вообще ничего не чувствую просто обычный аттракцион просто обычный да это да да это на обед вот такие фрукти там фрукты в шоколаде это яблоко в шоколаде ну а это что а это груша да ну это грушу нельзя скушать нужно правильно питать шкафчик его реально надо хавать да? да надо хавать самое вкусное что это в Германии как еще раз? каравес каравес я бы то вам не говорил но я уже три месяца не ем мясо вообще очень классно себя чувствую ну в общем есть свой прикол я вот начал просто так есть мясо мне сказали что ну может попробовать я попробовал не понравилось я не ел три месяца мясо но сейчас я попробую каравес каравес это самое вкусное что есть вообще почему так перчено? что это что не заходит? не вкусно очень много этот запах просто кайф да это вкусно готов в своем соусе да очень кайф если прийти в Германию обязательно заказывайте каравес стоит 4 евро всего когда-то мне казалось это супер дорогим прям обедом прийти сюда вот в эту сбегалку ну считалось прямо а ты девушек привозил сюда? ну я с девушкой халал это да ну не свиданка это не считалось я сейчас еду и просто в шоке с немецких дорог настолько идеальный асфальт раньше мне казалось что в принципе в Москве такие же дороги ну потому что я реально считаю что они очень крутые относительно других городов но здесь ты просто перестраиваешься ты даже не чувствуешь ни колеи вообще ничего ну еще конечно плюс что нет ограничения скорости можно законно ехать двушку допустим из минусов только мошки которые на стекло прилипают решили заехать еще в картинг имени Шумахера посмотрим что там изменилось очень крутой картинг это был мой первый картинг в жизни в 21 год и после него все другие картинги мне кажется ну вообще это не о чем нами поэтому сейчас прокатимся покажу вам что такое бумагный шлем стоит вон там смотрите видите короче ну и оцени покрытие как все выглядит блин, ну это просто кайф блин, большой кайф блин, я сейчас просто смотрю, он настолько идеальный просто идеальный картик, светофоры, смотри на светофоры какие а, серьезно, как будто реально старт на формуле смотри, там еще типа памятник ВД40 с маслом памятник ВД40 на регистрации сделал все топовую фотку подпись все, прически твоей нет пробущу ее вперед пыльная едет это был крутой заезд я тебя еле догнал вообще я с немцем зарубился жестко да, все хорошо ты говоришь английское? да интересно, какое время, мы прям одинаково ехали я его обогнал, он меня не смог обогнать но время, возможно, у него лучше ну это жесть, 20 минут без перерыва под 300 градусной жарой ну прям реально жестко ты могла сойти в любой момент я не хотела, я иду до конечного как это по бедному это что, себе собираем? да, себе подарок, подарок есть Шумайкер сам Шумайкер пойду посмотрю результаты что за картинг, где даже не показывается время у нас уже весь, знаешь, запал снимется не, ну это было круто я прям с немцем так сильно зарубился вообще жестко просто о, автомат с колой, кайф кола-зеро есть? битя-барчин о, да мезомикс кто не знал, это фанта вместе с колой называется мезомикс я думаю, я заслужил мне, конечно же, сладкое нельзя но я так пару лоточку сделаю ну что, погнали ну что, сейчас самое время дать сальтушечку чисто проверка на старость давненько я этого не делал да, 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 так непривычно вот минус, короче, возраста ну, верит, наверное, может быть такой образ жизни что устаешь больше когда старше становишься а так все-то штаммы вообще не войдет что, в 17-е сейчас? просто идеально когда-то делал три даже ну нормально, руки помнят с первого раза блин, флеер, конечно, стремный кто не знает, флеер это сальто и 180 в рампе вон туда буду делать ну да, 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 надо больше сальти да, 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 надо больше сальти так круто нормально в 31 год тоже сделал вся традиция каждый год делать ну, пойдемте, сейчас я вам расскажу еще историю как у меня полиция во Франции хотели отобрать все бабки блин, круто прям ощущение классное даешь организму просраться самое главное всегда жить бодрячком и, кстати, друзья перед тем, как я расскажу историю для меня лучший подарок будет это просто подписка от вас и вот нажмите колокольчик просто нажмите этот гребаный колокольчик он помогает и дает мне мотивацию снимать для вас дальше когда мы приехали в Париж нас в аэропорту спросили сколько у нас здесь денег мы сказали по 9 тысяч евро у каждого это законно можно такое количество денег с собой привозить но у нас отвезли в участок и сказали послушайте так как вы русский вы живете в России мы у вас конфискуем все ваши деньги и все и мы сидели 2 часа в полицейском участке я пытался им доказать что мы ничего не нарушаем у нас есть виза у нас есть сумма которая которую мы можем провести что нам эти деньги нужны у нас не работают карты нам нужно там снимать гостиницу пачкать перелет ну, короче, мы 2 часа просто доказывали что мы потратим эти деньги по итогу звонили начальству потом начальству еще начальству и вот просто такая ситуация что просто вот как конфискуют всякие яхты дома у меня хотели так конфисковать 20 тысяч евро 18 тысяч евро но, к счастью, короче через 2 часа а это было уже примерно где-то пол второго ночи нас отпустили разрешили взять с собой деньги но сказали что обязательно мы должны все деньги потратить вот такая ситуация но так в целом по Европе можно путешествовать русским все нормально никаких притеснений нету здесь полы, которые пугают о нет да, да, да мое любимое зеркальный лабиринт по-моему, разъезжай аааа ааа чёрт ты спала утром на пол сейчас мы просто зубами о пол и всё это ничто после всех, на чём катались давайте в общем, супер кайфом провел тут несколько дней в этом парке все посмотрел везде покатался такие жесткие ностальгические прям чувства что когда-то там, помню, сюда приезжал прямо на том балконе, фоткался, у меня, по-моему, фотка есть и все было так в новинку а сейчас пересматриваю вижу парней, молодых BMX, венгров ну и там других ребят и понимаю, что у вас впереди еще много всего ну, у меня просто формация жизни, я бы не хотел проходить второй раз весь свой путь одного раза недостаточно, ну, до сегодняшнего момента вот, но это было прикольно это было с кайфом, ну, а сейчас пойду покажу, где я жил просто двушечку кладем понимаете, легально, просто легально еду 200 км в час чисто по кайфу, вот просто очень круто, 220 все, что на автобанах нет ограничений скорости очень странное, конечно, решение, но круто да, да, есть короче, пришли в немецкий магаз ну, супермаркет РВ, и здесь есть смотри, чехол для банана чехол для банана что, реально? да, чехол для банана зачем? чтобы он черным не был можно порезать банан можно порезать банан давай купим давай купим давай купим давай купим я раньше даже не задумывался о том, что можно купить мне так нравится ходить по немецкому магазину а это что такое? это напиток такой, да? Я не знаю, я так и не понял, что это. Мне кажется, как будто гель для душа как будто. Нет, нет. Содострим. Я понял, что это. Это вот. Вот это вот покупаешь, короче, хочешь себе колу, спрайт или еще что-то покупаешь. Офига. Сейчас покажу райд для людей, которые любят энергетики. Первый раз я вообще охренел, что есть столько видов монстр энергии. Смотрите тут. Рокстар. Все, что хотите там. Вот, смотри, видишь, есть бренд Я. Они делают, ну, все самое дешевое. Это как у нас красная цена? Да, да. И у меня был случай, я спросил у мужика, где продается сахар. Он такой идет, тут куча сахара, вот так вот, куча сахара, вот вот здесь. Он просто идет, берет я и сразу дает мне. Ну, типа я, в принципе, я этот сахар и хотел. Просто мне было так странно, обидно, что почему. Я просто спросил, где я делал сахар, а он мне сразу в руку дал самый дешевый. Да, ну нафиг. Ты видел, они сделали Сколы Зеро. Да, Сколы Зеро чисто для меня. Самое то. Чистый кайф. Я очень удивлен, что здесь так все заросло. Прямо вообще дико. Раньше вот этого вообще всего не было. Михалыч снова что-то крутит там. Михалыч! Как шоу, как пошло? Кайф, как, здорово, здорово, давно не виделись. Сочи последний раз виделись. Сочи последний раз, да. Так что, сколько это прошло, три года уже? Три года, даже больше, даже? Нет, больше. В девятнадцатом году, а, меньше чуть, три, меньше. Меньше, два с половиной года. Два с половиной года, да. Мех, это тот самый, кто прыгал на киносходке через тачку. Ну, я так, просто напомню. Да. Я уже все закрыл. Ты слишком вылез, подходи. Ну да, Душ. Она где-нибудь, подожди, Душ? Ну, она... То у нас был случай, когда в глаз попала Си. Я уже сам боюсь уже. Ну, все, думаю, этого достаточно. Давай, будешь снимать? Давай, да, да. Ну, блин, сейчас вот все изменилось уже. Да. То есть, когда я уехал, потом сделали ремонт, и стало нормально. А что, русская комната еще работает? Да, это не русская комната. Смотри, этот запах. Тот же, запах меняется. Его не выветрить уже. Да. Запах не выветрить. Нет. А, тебе такие флешбейки, когда я сейчас увидел вот это. А стиралка, тут запах стиралки уже. Да, да, да. Да ну нафиг. Стиралка, иди сюда. Вот она, родная. Заеврик, заеврик. Смотри, где я стирал. А тебе общий стирал? Да, общий стирал. А, бесплатно сделали? Да, бесплатно. Фига. О, жируют. Жируют вообще, да. А вещи сушат снаружи комнаты? Да, вот так. Ну, потому что комнаты маленькие же. Нет, там есть сушилка. Есть сушилка. Все смотрите, будут твои трусы. Мне кажется, будет такая. Дима, как ты там жил? Это же просто ужасно. Та сушилка. Ты лучше, что ты тут монтировал? Да, да. У меня был комнат за 100 баксов бушный. Мой старый. Его старый. Когда он уже понял, что на этом у тебя ничего... А он все и сжил. Я на нем еще монтировал 4 года. Вот такие комнаты. Да, я помню, как он у тебя не заряжаться не хотел там... А ты еще кровать шикарная. Ну да. У каждого есть туалет, свой, ванна. А у тебя больше, помню? У меня больше. Сейчас мы пойдем, я помню. Там у него что-то два окна. У меня 106-я, по-моему, да? 109-я, блин, я думал. Не себя открывать. Отпечатано. Как всегда. Ладно, веселый. Походу, его нет. Может, попозже. Попозже, да, может быть. Let's go. Нефлева башня, да, но сойдет. Крышочком на этом. Не, реально на крыше может поднять? Не, на крыше нет, просто вверх. Приветик, приветик. А каковы быть первой девочкой в жомшоу? Страшно. Страшно? Страшно. Очень страшно. Очень страшно. Я когда зашла, они такие, история, история, особенно этот кричал. Это кухня. Дальше, дальше. Дальше, да. Ну, да. Блин, так всегда, вот кухня всегда угрымо выглядит. Прям невозможно здесь есть. Ангри, пойди глянем, как у меня лучше не надо. Ну, зайди, посмотри. Ну, здесь готовишь. У нас еще запах такой влечет уже. Ну, готовишь. Здесь вообще, ну, я бы... Здесь ужасно, да. Я здесь уже не готовлю. Короче, сейчас позвонил Ястру, просто по связи. Здесь не хватает, братан, очень сильно. Ну, вот здесь... Я так хочу в Германии. Здесь как... Здорово! Здорово и Голос! Что тебя расстроило? Ну, написали, что тот гиль, который я смотрела, который мне очень понравился, и... Короче, его продали. Спустя три дня, как я его посмотрела. Я общалась с хозяйкой, она сказала, что она мне его придержит, что, типа, с автоподборщиком подъезжайте, посмотрите. Ну, блин, он такой хороший был. И, ну, я рада, потому что она, короче, эти деньги, которые она должна была потратить на... Наоборот, должна была получить за гелик, она собирала их на лечение кошки 800 тысяч рублей. И я очень надеюсь, что она их потратит, вот, на ее лечение. А, ну, либо сейчас налево, сейчас налево, пойдем. Да нет, там уже мухая. Слева, слева, поди его. И я пришел. Николай, что ли? Николай, что ли? Николай, что ли, обои, что ли на конкурсах? Итак, вот приехал Серега Лидов. Татац. Викал, привет. Капец, у вас это самое уже там... С бузом приехали. Все, let's go. Звездное небо там. Ангелина. Очень приятно. Я на тебя уже дольше подписан, чем он. Красивая такая. Немецкий рум-тур. Серега переехал в новую квартиру. Сейчас покажем вам типичную немецкую хату. Вот комната грязи. Комната грязи. Это где бы ребенок будет жить, да, потом? Ну, получается так? Ну, да. Шкаф покупается просто трехметровый. Это одна пятая часть примерно. Чего? Они везде, смотри, вот. Это с работы. Нет, не все с работы. Это просто пакеты. Они везде у меня, они у Тани. И это нужно хранить, да? И это вот мы только одна семья. Десять лет надо хранить. Десять лет надо хранить. О, зал, зал кайфовый. Хоть бы там бумажек никаких не было. У вас уже все подготовлено, да, под ребенка? Это же для ребенка? Да. Там есть режим катания на веточке, поездка в машине. Просто с таким кайфом я каждый раз кладу стрелку. Вообще законно едем. Просто едут 200 км в час, законно. Чистый кайф. Что может быть лучше? Ну, короче, надо следовать за ним. Вот по-немецки, по-английски. Просто, и, возможно, еще за телефон. Короче, тоже я сейчас хотел столицы публиковать. А мы типа ехали по автомагистрали, он нас ведет куда-то. Я думаю, в сумме штраф будет 35 за ремень и за телефон, по-моему, 50. Что-то такое там. Ну, короче, нормально. Сейчас узнаем, что будет. А что, обыскать машины будут? Могут еще обыскать точку, да. Нас везут куда-то уже на минут пять. А, вот, смотри, вообще в глуши она завели. А главное, не выходить из машины. Смотрите, как они выглядят с пистолетами. Фига у него там экипировка такая. Экипировка серьезная. Один обходит. Да, спешите. А дусь пиканье шплэнс? Да, я нужна ликансия. Да, да, да. Сто тридцать евро. О, мой гад. Окей. А в каком времени мы можем сделать сегодня? Как мы можем платить сегодня? Нет. Мы можем платить сейчас с карточкой. Ну, в общем, вы слушали сами. 130 евро штраф за телефон. Очень жестко, конечно. Ну, реально никому не комендую. Я сам вообще редко пользуюсь телефоном за рулем. Постараюсь не пользоваться, потому что это реально опасно. Что, сейчас платим прям дальше? Сейчас только что подошел полицейский. Во-первых, ему 23. Я офигел, насколько он молод. И он спросил, куда я хочу, чтобы пошли мои деньги. Вот эти 128 евро 50 центов. Они могут пойти либо на налоги, либо на благотворительность. Я выбрал благотворительность. То есть, по сути, сделал хорошее дело. То есть, ты не просто так поделал в телефоне, а ты знал, что это все. Да, я просто потратил свои деньги на благотворительность. Все хорошо, да. Так что... А, едем мы, кстати, в Амстердам. Многие меня спрашивают, как я путешествую по Европе. Вот, смотрите, Нидерланды, видите? Вот, оп, все. Все, я въехал в Голландию. Вообще, это очень прикольно. Просто одна табличка была сейчас Нидерланды, и все, мы приехали в другую страну. Просто классный вайп. Ветровики, Старбакс. Просто вот за это все отдали 22 евро. Многовато за так. Смотри, какие написали от мое имя. Димай? Я тебя буду называть Димай. Димай. Чисто типичный Амстер. Такой стилек. Давай сходим. Куда? Мадам Чисова. На улице красных фонарей? Ну, по раздельности. Ну, тебя пойду налево. Надо же не право. Придходит в Амстере, остается в Амстере. Ну, обычно так, да. Все, что в Амстердаме, остается в Амстердаме. Все, давай. А что, откуда ты родом? Я вообще из Казахстана. Да? Ну, так вообще живу в Польше. Я видел у тебя в истории, да, что ты куда-то евро-туру строил. Ну, да, у нас небольшой евро-триб. Ты большой человек. Он сказал, что ты знаешь. Ты известный. Также в Европе, в Амстердаме мы тебя знаем. Да? Номер один. С машиной, с машиной, да. Сейчас на улице красных фонарей пойдем в дрочильню. Это комната, где люди занимаются сексом, а ты просто смотришь. Сейчас меняем бабки. У меня же страшно докасаться, где-то где-то. Так, смотрите. Ангелина захотела туалет в Амстердаме. Это самый странный туалет, который в жизни ты видела. Ну, где? Вот. Где? Вот. Ты что, меня хочешь отправить сюда, что ли? Да. Да, я схожу в туалет. Нет, это не самому, нет. Ты что, серьезно, что ли? Это туалет в Амстердаме. Выходи. Лучше уж ходить туда просто, в реку, блин, чем сюда сходить. Это достопримечательно. У тебя, блин, на кедах все. Хочешь памятник шлюхе покажу? И что? Ну, это Амстердам. Ты всех считаешь. Вот, пошел другой чувак встать, смотри. Я устала на твою мочу. Да. Ну, это Амстердам, понимаешь, это другой город. А, хочешь памятник шлюхе покажу? Вот он здесь, справа. Рядом церковь. Блин, а у меня этот город вызывает такое, блин, просто у меня эмоции, я не знаю, они скрещиваются, блин, саити у них постоянно, и просто происходит. Нет, церковь здесь рядом? Ну, церковь рядом, да. Как ты думаешь, сколько вот эти вот девушки зарабатывают за одну ночь? Типа, больше, чем московские эскортницы или нет? Я думаю, смотри, какие эскортницы. Обычные? А ты от этого разбираешься? Не, ну, я не разбираюсь. Главный прикол в том, что они не платят налоги, у них официальная зарплата просит утка, они платят пенсионный фонд, они пенсию получают, вот они. То есть, фактически, на них тоже держится как бы экономика страны? Да. Ты что, серьезно? А Амстердам не меняется, я был в Амстердаме 10 лет назад, сейчас то же самое. Офига, он размеристый, нормальный такой. Спасибо. В общем, доброе утро в Амстердаме. Ночка была прикольная. Все как-то. Могу похвастаться? Да. Вчера этими руками я трогала силиконовую грудь третьего размера. Еще мне говорили, типа, как нужно себе сделать грудь, чтобы все было окей. Причем за бесплатно. Зачем тебе такие познания? Мне было всегда интересно, типа, я никогда не трогала силиконовую грудь, все мне хотелось. Покаянно по ощущениям. Она оказалась и холодной, у нее все ски были, как будто не настоящие. Но это было все за бесплатно, поэтому грех жаловаться. Я договорился с проституткой, чтобы... Ты договорился. Я с ней на английском базарила. Нет, вначале я-то зашел. Но я стеснялась. Я бы и сама не смогла. Ну вот. С днем Амстадам, в принципе, тоже прикольный. Особенно мне нравятся эти домики. Я хочу, чтобы вы оценили, насколько чистая тачка. Вот просто посмотрите, насколько реально она чистая. Колеса, вот как выглядит. Как выглядит колеса здесь и у нас. Вся машина реально очень чистая. Что это за тёлка? Что это за тёлка? Вон Милка там, смотрите. Хочете с коровой сфотковать? Вот о чем я говорил. Смотрите, тачка все. Насколько она чистая. Ты видишь это? Насколько хром чистый, все чисто. Ну, у нас может выглядеть только Аурус так, наверное. Ну, с неё есть можно там, лизать можно чё-нибудь. Сейчас вам покажу ещё одну штуку. Это тоже находится у нас в парке. Но это такое вечернее шоу в Риате, где можно и покушать, и посмотреть. Смотри. Ну, чё, как тебе? Мне кажется, очень я хорошо вписываюсь в данную атмосферу. Прям чувствуется мой H2O. Это в какую? H2O. Воздух, воздух. О-2, воздух, а H2O-2, да. А, да. Ты, блин, в школу не ходил. Всё, я вина уже перебил. А, ну да, ты же ушёл после 9 класса. После 11-го. Нормально. Чё? Мне очень нравится. Мне ещё огонь. Ну, короче, такая аристократичная тема. Вот, всем московским девушкам понравилось. Не тем пальцем, это же есть. А вот это? Когда ты пьёшься топорином пальцем, это уже аристократия считается. Я так пью. Подожди. Call me, maybe. Всё, времени 5 утра. Как раз осталось несколько минут записи на камере. Очень много всего произошло. Честно. За вот туда. Я был всего лишь неделю в трипе и посетил много стран. Париж, Бельгию, Германию, естественно, Амстердам. Куча всего. И вот больше всего. Я сейчас, когда выезжал, я просто плакал. Я смотрел с окна на Кельнский собор, и у меня просто текли прям, ну не текли, ну реально намокали глаза. Я понимал, что 9 лет назад я попал сюда, ходил, мечтал. Больше всего в жизни я сейчас понял, что, во-первых, помогает мечтать. То есть я очень много мечтал, хотел, много всего. И второе, я бы сейчас понял, что на вот этой земле, вот сейчас нахожусь в аэропорте, вот Кельн-Бон, отсюда кучу раз улетал, там в Барселону, еще куда-то. И меня прям заряжает это место. Мне очень нравится, я очень рад этой поездке и в будущем. Я думаю, мне нужна была эта поездка. Я прям проникся, я понял, с чего я начинал, через что я прожил. Путь в 9 лет и нельзя останавливаться, поэтому дальше только больше. Поэтому если вы со мной, спасибо тем, кто смотрит на меня с Германии. Я очень люблю, когда вы подходите ко мне и говорите, что вы меня смотрите давно, ну, с Германии. Вот. Подписывайтесь на канал, если вдруг вы ее еще не сделали. Ставьте лайк и до новых встреч. Полетел.